Турция Опа! Здравствуйте, дорогие друзья! Турция богата не только своим морем, своими загарами, она ещё, но ещё богата всякой турецкой хренью. А именно, клонами Майнкрафта, клонами супергероев и клонами других игр. Я вообще в шоке, ребят, когда я сюда приехал, у меня произошла одна очень интересная история, это будет в другом ролике. Можете поставить лайк, чтобы он вышел как можно быстрее, если наберётся 20 тысяч, то я как только приду домой и сделаю ролик по истории. Классно я байчу, да? Подписывайтесь на канал Байта и Отстинта. Ладно, если серьёзно, ребят, в Турции просто огромнейшее количество турецкой, турецких клонов, или китайских клонов, которые потом замаскировали по-турецки, я, честно говоря, не особо и жарю. Да и мне пофиг. Главное то, что это всё смешно и забавно, так что сегодня у меня будет обзор игрушек. Это делали до меня, делали очень много кто, но вот по турецким игрушкам ещё никто не делал, так что я буду первооткрыватель в этой сфере. Я купил игрушек где-то баксов на 60-70. Особенно мне порадовали клоны Майнкрафта. Они по максимуму пытались сделать так, чтобы их не приснули за авторское право. К примеру, какую-нибудь Майнкрафт они называли, вы знаете как? Майнкрафтс. Или Звёздные Войны они называли Спейс Варсс. И том подобное. Даже, кстати, было вот такое Лего Человек-паук, где были персонажи, которых я даже не знал вот именно в Лего Супер Хирос обычно. Кстати, реально, если таких не было, то обязательно позовите к юбать на этот ролик. Братан, тебе надо ехать в Турцию и покупать это для своей коллекции. Есть игрушки Angry Birds, которые просто вот непонятно, на что похожи. Маши и Медведь. Я смотрю на неё, а она мне глядит в душу. Это просто отвратительное ощущение. Но всё равно немного возбуждает. Есть Spider-Man, который, скажем так, готовится к выстрелу. В общем, игрушек до хрена и больше. И каждый из них смешнее, чем предыдущие. Особенно, которые связаны с Майнкрафтом. Есть даже вот мультфильм для детей про супергероев. Я не знаю, как он называется. Вы сейчас видите на своих экранах эту копию. Ладно, пока я вам всё это говорил, вы поверху уже увидели всё, что я записал, вот кроме того, что будет сейчас. Так что давайте перейдём к анбоксингу всех этих турецких фигнюшек. А начать я предлагаю вот с таких пакетиков. Это Minecraft Super Heroes. И давайте будем по чесноку. Абсолютно любой из вас, вот абсолютно любой, кто скачает Photoshop, сделает обложку лучше, чем здесь. Я понятия не имею, кто это выпускает, и понятия не имею, что там внутри, но могу сказать с уверенностью. Когда я это покупал, эта хрень валялась в паке с мармеладками. Что там может выпасть? Сейчас увидим. Там, во-первых, карточка. Карточки по лего. То есть здесь у нас, вот с самой стороны, они выглядят таким интересным образом. Здесь у нас чёрная вдова. Чудо-жень. Господи. Сейчас там дальше будет, наверное, какой-нибудь, блядь, голый Человек-паук. Отвечаю. Росомаха. Самое смешное, что вот этих зафотошопили, а Росомаху просто сфоткали в Майнкрафте и засунули сюда. А в комплекте у нас железный человек. О том, почему у него реактор находится на животе, вы меня даже можете не спрашивать. Да и по размерам относительно он такой себе. Хотя голова вертится во все стороны. Крутилась во все стороны, точнее. Опа-на. Во-первых, три карточки. Эти, между прочим, карточки покруче, потому что они подписаны. У меня есть теперь зелёный фонарь. Росомаха. И... Человек-муравей. Классно. С другой стороны, они абсолютно такие же, кстати, как и другие. В этом комплекте у нас Капитан Америка, который такой же непропорциональный, а его американская звезда выглядит как какой-то пришеизм. А если брать именно Майнкрафт, тут есть вот такое. Смотрите, как работают турки. Это прям вот секрет. Вы такие YouTube-магазины видите? Майнкрафт. Очень классно. А вот представьте, если вы работаете в авторском праве, вы таки подходите. Майнкрафт. Думаете. Все. Хана. Сейчас наебну им по ебальнику. Потому что Майнкрафт, авторское право и все. Но что сделали турки? Смотрите внимательно. Смотрите, смотрите. Готовы? Опа-на. То есть по факту тебе не присраться. Майнкрафт.им. Как видите, здесь супергерой выглядит ну вот офигительно. Почти так же, как в Майнкрафте. В общем, заебись. А что будет, если мы их перевернем? Как же они выглядят там? Я даже описать боюсь вот это все. Давайте откроем. Так. Вот паучок. Кстати говоря, прикольно дергается. Вашему брату может понравиться. К примеру, он такой спит, вы приходите к нему аккуратненько, кладете ему на лицо. Он просыпается. Орет на нее. Говорит, что это за хрень? А вы его убьете по лицу. И такие. Это не хрень. Это жизнь. Майнкрафт это жизнь. И вы бегаете. Оря из комнаты. Потом вас отправляют обратно в приют. И вы становитесь ютубером, как и я. Давайте пройдем по супергероям. Первый супергерой. Это спайдермен. По нему прям видно, что он хочет, хочет попрыгать по миру. Ощутить, вот скажем так, гравитацию вашего туалета. Или как минимум мусорного ведра. Бэтмен. Я даже не знаю, как это описать. В общем, ребят, если вы любили Бэтмен анимейтед сериас. Любили Бэтмена темного рыцаря. Знаете, в ваше детство только что выебыли. Выебыли его в Турции. А вот Капитан Америка. Причем его другая версия. По-моему, тот, который вот был дерьмовый, по нашим меркам, был хороший. В сравнении с этим. Серьезно, он лучше выглядит, чем вот это. Почему здесь так криво все нанесли? Дальше. Железный человек. К нему претензий-то особо и нет. В принципе, такой же, как и здесь. Только поярче цвета. Но почему реактор на животе, я до сих пор не понимаю. Или не реактор. Вы же меня убьете за эту фразу. Есть же те чуваки, которые по-другому это называют. Но в общем, вы поняли, что я имею ввиду. Ну и последний. Зеленый. Просто сидите, смейтесь. Я даже описывать это не буду. Во-первых, почему Халк с усами я в душе не еблю. Типа вот, вот, вот. Это Халк. Все, живите с этим. Пришло время коллекционных фигурок. Это уже не Майнкрафт. Это Тор. И... Ну, вы уже можете заметить, что он немножко странный. Например, у него зеленая борода. К примеру. В принципе, розовый молот это классно. Еще такой вялый. Может быть, Тор наконец-то признал, что он немножко гомосексуалист. Двигается она еле-еле, неустойчивая абсолютно. Видите? Стандартный супергерой. Только немножко его ломаешь, а он же открывает тебе свои... Свои задние функции. Это набор Marvel Heroes. От компании Я иду нахуй салют. В общем, вы уже видите, что здесь какие-то супергерои. И давайте каждого из них посмотрим. Начнем с Бэтмена, у которого плащ просто вот так уже слетает. Почему он так выглядит? Почему он настолько перекачанный? Я не знаю. Это просто Бэтмен-курильщик какой-то. Флэш. Хорошо. Вот просто вопрос. Каким должен быть флэш, как игрушка? Каким не должен быть? Ну, по-моему, очевидно. Он не должен быть кривоногим. Хотя, возможно, он просто хочет спасать. Скажите, Максим, ты просто ему ноги не повернул. Ну, я хорошо, давайте поверну ему. Что, стал более нормальным по ногам? Хотя, как сделали ему лицо, еще больше убивать, чем его ноги. А это, как вы понимаете, Халки. Он уже разваливается. Резкается бицепс, трескается... Это какой-то Халк-нудист. Почему у него одежда только... Меня за это сейчас не забанят на Ютубе? Мне просто интересно. А еще я не знаю, зачем здесь нужны болты. Просто по одной простой причине. Это не спасает ситуации. Ты просто можешь взять вот так игрушку и... И все. Вот эти не ломаются. Получается только Халк. Давайте посмотрим на Стива Роджера, у которого вместо... Крылышек на голове, наушники. Да, если не заметили, это наушники у него. И он, кстати говоря, уже был куплен сломанным. У него здесь валялся нагрудник. В общем, мне кажется, сначала, знаете, хотели сделать одну фигурку, а потом такие, а давай сделаем Капитана Америка. Вроде прикольно выходит. Ладненько. Вот так. И вот так выглядит Стив Роджер. Что, парень? Кто ты без своего костюма? Я лучший в мире, а ты хуй, блять! И ты хуй тоже! Я должен сказать, что осталась последняя фигурка. Я уже у себя провел в инстаграме опрос, кто это. И мы не знаем сами. Поэтому решайте вы. Многие говорят, но Электро же не черный. Как это может быть Электро? Я скажу, что здесь логотип Электро. Значит, это Электро. Но... Это же черный по форме одежды. Это похоже на сокола. Значит, это сокол. Я не знаю. В любом случае, его косые глаза больше напоминают, что он не сокол, а голубь, как минимум. Вы любите Бэтмена? Если вы любите его, вы уже помните то, что был Майнкрафт Бэтмен. И вы помните, что там было. А вы любите Джокера? Как это описать? Я душа не еблю. Скажем так, Хит Леджер перевернулся в гробу. Точнее, сделал там сальтуху. Просто отвратительно. Но... Я не собирался ломать, хотел просто поднять руку. Этот Бэтмен, кстати говоря, самый нормальный. Но относительно, конечно, других. Плащик у него, естественно, снимается. И он такой вот классный. Прикольный. Еще у него можно поменять лицо. Так что сейчас вы увидите его... Лицо Брюса Уэйна. Готовы? И... Ну... Ну, как сказать. Брюс Уэйн постригся неудачно. Позлает рублять. Такого хуя. Ну, если вы думаете, что это все... Майнкрафт 2.0. Я говорил вам то, что чуваки стараются делать все, чтобы Майнкрафт... Мммм... Попадал под авторское право. И вот Майнкрафт 2.0 это... Одна из этих же вещей. И пишут, что здесь есть некоторые карточки. Карточка здесь вот такая. Майнкрафт 2.0. Так что по лего. Здесь надо кого-то собрать. Ну, это я легко сделаю. Майнкрафт 2.0. Просто знакомьтесь с этим дерьмом. Знаете, что страшнее понимание того, что кто-то вот такое покупает? Понимание того, что кто-то это делает. Ладно, ребят. Играйте в хорошие игры. Покупайте хорошие игрушки. А я пойду под кровать. Ой, здравствуйте. То есть не слышали все, что я говорил? Ося기에 разогравил. Ой, как сюда. Ой, так вот видите. even мое экоторые прямо не слышали,将щи. Их GDP в КВks. Оно. После харutchки.